На затёртом подоконнике посуды для приготовления пищи, бутылочки для кормления и тарелка с вареньем. Со всех предметов на кухне специалисты распотребнадзора берут пробы. Они будут исследованы на микрологические, санитарно-химические, таксилогические показатели. Результаты анализов ориентировочно будут известны на следующей неделе, но уже сейчас невооружённым глазом видно. В квартире антисанитарии. На кухне рядом с продуктами и посудой стоят флаконы с лекарствами. Мебель старая, диваны, на которых, предположительно, спали дети по двое-трое на одном диване, продавлены, застелены только простынями, одеял даже нет. Квартира захламлена старыми досками, мебелью, вещами. Различные лекарственные средства, баночки на всех столах, на холодильниках, на полках. Установить, чем питались дети, невозможно было. О том, в каких условиях содержались ребятишки, кроме их родителей, никто не знал. У надзорных органов так называемый частный детский сад на Лермонтово не значился и не входил в ассоциацию частных детских садов Иркутска. Без лицензии и договоров с родителями владелица квартиры оказывала услуги по присмотру за малышами в течение пяти лет. Как это ни странно, родители, которые, как представляется по информации, привозили детей на серьезных автотранспортных средствах, достаточно дорогих, не удосужились посмотреть, в каких условиях у них ребенок остается, что это за квартира. Никто не спросил, наверняка есть, ну естественно, лицензии. Если бы спросил, наверное, бы подумал в следующий раз. И эта деятельность осуществлялась много лет. Между тем, женщина, которая следила за детьми педагогического образования, не имеет по специальности врач, но родители ей доверяли. Я оцениваю очень хорошо. В смысле, по отношению к детям. По отношению к детям, что она и влюбила, что она вот эта... Ну, поэтому, видите, как, она не по специальности, считай, работала. Не знаю, сколько такой муж, лет пять у нее в этих садике. Но не было же нареканий, да это... Уже ребятишки некоторые поврастали. В общем, очень даже все хорошо. Ну, внутри я один раз облядывала, когда свою маленькую устраивала. Ну, мне показалось, естественно, да. Трагедия произошла 13 июля после обеда. Детей покормили и уложили спать. Через какое-то время няня нашла одного из малышей мертвым. Двое других жаловались на плохое самочувствие. Всего в квартире находилось 11 детей в возрасте от полутора до трех с половиной лет. Мы проезжали на машине. Милиция была. Женщина, маленький ребенок, девочку рвало. Ну, она сидела на лавочке, ну, как видела, что салфеткой вытирали ее, ну, что рвало. Больше, в принципе, ничего такого. Нет, я рядышком еще стояли какие-то дети, а в это сидела девочка маленькая. Ну, года, наверное, четыре. Восемь малышей были госпитализированы в Ивано-Матрёнинскую детскую больницу. Под наблюдением врачей они находились почти сутки. За это время их состояние здоровья улучшилось, и уже сейчас дети находятся у себя дома. Причина смерти полуторагодовалой девочки станет известна не позднее 5 сентября, после того, как будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Пока же врачи установили диагноз после отравления по неизвестной пока причине. По данному факту, следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 238. Это оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, жизни и здоровья, повлекшей по неосторожности смерть человека. Женщина, оказывающая услуги по присмотру детей, задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Туяна Немаев, Александр Мокин. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова